23 марта Роспотребнадзор Паризанской области выпустил постановление, согласно которому, цитата, «юридические лица и индивидуальные предприниматели, вне зависимости от организационно-правовой формы собственности, обязаны перевести предприятия, осуществляющие оказание услуг питания населению, рестораны, кафе, столовые и ночные клубы, в режим работы по доставке пищевых продуктов и готовых блюд, согласно меню предприятия». Вечером того же дня начальник Роспотребнадзора Лариса Сараева сообщила, закрывать заведение общепита пока не планируется. Владельцы кафе и ресторанов находились в растерянности, как и посетители. Что происходит, неясно, но многие заведения не изменяют режим работы. «Гостепоток упал, но у нас пока упал именно в нашей динамике. По сравнению, например, с тем годом у нас все равно наблюдается рост, поэтому пока не принимаем каких-то мер или закрыться, карантин и так далее, но гостепоток падает». Позднее губернатор Николай Любимов опубликовал на своей странице ВКонтакте запись, согласно которой общепит работу продолжит. Между тем, в связи с мерами предосторожности и непонятным положением дел, во многих заведениях все популярнее становится служба доставки. «У нас есть приложение наше, всех проектов, которые мы делаем, то есть там больше 15 тысяч пользователей, оно онлайн, доставка. Единственное, на что мы сейчас сделаем упор, чтобы сделать более комфортно, более доступно и быстро, оперативно». В том же постановлении от главы Роспотребнадзора сообщается о закрытии фитнес-центров, аквапарков, бассейнов в регионе. С сегодняшнего дня беговые дорожки в залах остановились на неопределенный срок. «Мы осознаем необходимость, что государство должно принять некоторые меры, чтобы держать в узде, скажем так, ту проблему, которая у нас сейчас есть. Но мы по этому поводу особо не унываем, мы время решили использовать с пользой. И вот за моей спиной наглядная этому демонстрация. Мы осуществляем ремонт сейчас, построим новые раздевалки, новые душевые. Это очень удобно, пока нет людей, спокойно все строительные работы можно произвести». При этом фитнес-центры позаботились о непрерывности тренировок. Для многих клиентов фитнес стал неотъемлемой частью жизни. Тем, кто не готов долго жить без спорта, предлагают тренироваться онлайн. Организацию прямых эфиров планируют на все время карантина. «Все абонементы действующие у нас. Мы, естественно, на период карантина замораживаем. Мы абсолютно лояльны к своим клиентам, несмотря на то, что это форс-мажор. Мы сейчас запускаем сервис онлайн-тренировок, будем вести занятия по групповым программам в записи. Возможно, какие-то персональные тренировки домашние наши персональные тренера подготовят для наших клиентов. Все это будет в наших соцсетях ВКонтакте, в Инстаграме». Незапланированная и резкая остановка. Чрезвычайная ситуация, которая мгновенно выбила почву из-под ног людей. Рубеж, после которого пока неизвестность. «Время перестраиваться, становиться эффективными, запускать какие-то процессы, придумывать новые идеи. Крутое время. Все выйдет другим, чем зашло в этот период. И мы как раз тоже в этом направлении двигаемся. Да, у нас есть идеи, есть некая стратегия». К такому испытанию готовы далеко не все. Многие представители малого и среднего бизнеса попросту больше не откроются после вынужденной паузы. Особенно, если не будет поддержки сверху. В соответствии с поручением правительства Российской Федерации, Федеральной налоговой службой принято решение о предоставлении отсрочки по уплате налога в виде ненаправления требований об уплате налога и неприменении дальнейших мер взыскания для налогоплательщиков, которые заняты, соответственно, в сфере авиаперевозок, в сфере туризма, культуры, физической культуры и спорта, кинематографии, искусства до 1 мая 2020 года. Сейчас Минфином готовится законопроект, в соответствии с которым в случае возникновения текущей задолженности у таких налогоплательщиков пени в этот период начислять не будут. Помогут ли отсрочки малому и среднему бизнесу неизвестно, но о необходимости дополнительных мер поддержки сейчас говорят на всех уровнях. Огромные убытки планирует бизнес, к сожалению, в связи с этими событиями. Так вот здесь тоже необходимо четкое понимание, потому что те меры, которые сегодня существуют, они носят пока только декларативный характер. Предпринимателям непонятно, куда обратиться, зачем обратиться, что четко будет. Нет четкого, понятного механизма. Мы тоже за этим достаточно следим, стараемся общаться с органами власти. Ситуация в стране меняется ежечасно. Что будет дальше, покажет время. А всем нам в условиях неразберихи остается лишь ответственно отнестись к собственному здоровью и учиться перестраиваться под перемены, которые неизбежны, как советуют герои нашего сюжета. Марина Комиссарова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».